Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат на карту по номеру, которую вы видите на экране. Подпишитесь на Boosty.to. Для получения порошка какао применяется несколько типов агрегатов. Размольно-просеивательные агрегаты с механической сепарацией. Размольно-просеивательные агрегаты с комбинированной механической и воздушной сепарацией. Размольно-просеивательные агрегаты для порошка какао с механической сепарацией. Агрегат с горизонтальным рассевом. Агрегат состоит из жмыха дробилки, дезинтегратора молотковой мельницы и рассева. Для улавливания образующейся в процессе работы пыли агрегат оборудуется рукавным фильтром с вентилятором. Жмыха дробилка состоит из загрузочной воронки 1, двух пар зубчатых волков 2 и 3, вращающихся в вертикальной плоскости навстречу друг другу, и бункера 4 для приема раздробленных кусков. Один из волков каждой пары вращается в стационарных подшипниках, другой в подвижных, которые могут передвигаться по горизонтали с помощью двух штурвалов 5 для создания необходимого зазора между волками в зависимости от необходимой величины раздробленных кусков. Полученный после прессования жмых перед дроблением должен быть охлажден до температуры 30-35 градусов Цельсия. Иначе при размоле будет выделяться расплавленное масло какао, которое замажет волки дробилки. Молотковая мельница. Чугунный корпус имеет двойные стенки для воздушного охлаждения. Задняя стенка и крышка, а также около половины внутренней части корпуса, имеют рифленую поверхность. В нижней части корпуса установлена решетка, состоящая из сменных стальных призм трехгранного сечения. В центре корпуса вращается ротор с шестью молотками. Четыре из них и беют на концах сменные стальные кулаки. Загружаемые в воронку один куски жмыха какао проходят через магнитный сепаратор 2 и через отверстие крышки попадают на кулаки вращающихся молотков 3. Под воздействием ударов кулаков по кускам жмыха и дополнительных ударов раздробленных кусков орифленой поверхности стенок жмых измельчается и через решетку выходит из машины в виде порошка. Мельница имеет производительность 200-300 кг в час. Ротор приводится в движение электродвигателем мощностью 12 кВт и вращается с частотой 2600 оборотов в минуту. Габариты составляют 1900-1200 на 1360 мм. На слайде показана схема установки воздушный сепаратор и рассев для порошка какао и расчетные формулы. Установка состоящая из двух отдельных машин, которые обычно работают вместе, будучи соединены матерчатым рукавом 9. Каждая машина имеет самостоятельный привод. Вверху изображен воздушный сепаратор. Он представляет собой закрытый металлический резервуар 1. Внутри него помещен резервуар 2, открытый сверху и снабженный отверстиями 6. В верхней части внутреннего резервуара находится быстро вращающийся гладкий диск 4 с вентиляторными лопастями 3. Порошок какао поступает в воронку 5. Из нее он высыпается на диск 4, который отбрасывает его к стенке внутреннего резервуара 2. Летящий к стенке порошок продувается воздухом. Он увлекает за собой мелкие частицы порошка, проходит с ними через лопасти вентилятора в пространство 7 между резервуарами. Здесь, благодаря увеличению сечения, скорость воздуха падает и увлеченные им частицы опускаются вниз. Воздух, освободившись от частиц порошка какао, проходит через отверстие 6 во внутренний резервуар, то есть в полость 8, а затем снова в вентилятор. Это воздушный сепаратор с замкнутым циклом воздуха. Круптые частицы порошка, сброшенные из диска 4, не уносятся воздухом, а достигают стенки резервуара 2 и падают вниз. Они выводятся через патрубок 10 и подаются на молотковую мельницу для повторного измельчения. Мелкие частицы направляются по рукаву 9 для контроля на рассев, установленный под воздушным сепаратором. Круглый деревянный корпус 13 рассева подвешен на трех тягах 11. Кривошип 22 сообщает корпусу круговое поступательное движение. Мелкий порошок сыплется из отверстия 12 на распределительный конус 14. С него он поступает к ситу 15, которое имеет в центре отверстие. В результате подпора продукта порошок от периферии перемещается к центру. Его часть проходит через сито и по дну кузова ссыпается в канал 17. Щетки 16 очищают сито от застрявшего порошка. Порошок, прошедший через центральное отверстие, падает в конус 25. Он распределяет его по ситу 18, которое имеет такие же отверстия, как и сито 15. Прошедший через него порошок собирается в канал 17. Сход ссыпается по наружной кромке сито 18 на сито 19 и пройдя через него собирается в канале 17. Из него по рукаву 20 мелкие частицы направляются в сборник. Крупные частицы сходят сито 19 в отверстие 24 и выводятся через рукав 23. Для уравновешивания сил инерции корпуса кривошип 22 имеет противовес 21. Любая точка сито описывает окружность, радиус которой равен длине кривошипа 22. Частица порошка какао описывая окружность должна смещаться для просеивания по ситу под действием центробежной силы. Г большое, деленное на Г, омега К в квадрате Р равное Г большое Ф. Отсюда находим омега К. При угловой скорости больше омега К начинается просеивание, а при меньшее или равное омега К оно отсутствует. Порошок какао, выпускаемый для питья, просеивается через сито с 1600 ячейками на 1 квадратный сантиметр. Производственный порошок какао, являющийся составной частью кондитерских изделий, печенье, конфеты и т.д. просеивается через сито с 500 ячейками на 1 квадратный сантиметр. Техническая характеристика воздушного сепаратора и рассева для порошка какао представлена в таблице на слайде. Агрегат с цилиндрическим рассевом. Агрегат работает следующим образом. Жмых какао в виде дисков по 20 штук закладывается в магазин 7, из которого автоматически по одному диску сбрасывается в жмыха дробилку 8, дробится, захватывается ковшами элеватора и направляется в молотковую мельницу 6. По пути он проходит над магнитом, задерживающим металлические примеси. Измельченный жмых направляется шнеком в систему пневматического транспорта. Охлажденный воздух в нее подается вентилятором 9. Часть этого воздуха поступает через вторую ветвь воздухопровода непосредственно в охлаждающую камеру, омывая по пути транспортера разгрузки 14, темперирующего устройства агрегата. Порошок какао, распыленный в охлаждающей камере 3, оседает на транспортер и поверхность рукавных фильтров, в которых порошок отделяется от воздуха. Порошок, отделенный на фильтрах путем их периодического встряхивания, также сбрасывается на транспортер 14. Воздух, опускаясь по воздухопроводу 2, засасывается вентиляторами 13, воздухоохладителя 12. Через воздухопровод 10 он поступает в вентилятор 9 и совершает повторный цикл. Транспортером 14. Оттемперированный порошок какао передается на ковшовый элеватор 15 и далее поступает на установленный наклонно-цилиндрический рассев-1. Мелкие частицы, отделенные на рассеве, собираются в поддоны конусной формы и направляются из них в приемники 16. Непрошедшие через сито крупные частицы ссыпаются из рассева на шнек 17 и с помощью второго, проходящего внизу агрегата шнека 11, подаются на повторное дробление. Техническая характеристика агрегата представлена на слайде. Размольно-просеивательный агрегат для порошка какао с комбинированной сепарацией. Агрегат состоит из мельницы 5 для размола кусков жмыхов порошок с воздуходувкой 4, для транспортировки охлаждения, камеры 1 для охлаждения порошка. Разделенный продольными перегородками на три части. Шнека 9, ковшового элеватора 8, шнека 2, двух воздушных сепараторов 3 и рассева 6. Из мельницы 5 порошок поступает в наклонный пневмопровод 7 и уносится потоком воздуха в камеру 1. Охлажденный порошок забирается из нее шнеком 9, передается им в элеватор 8, который направляет его в верхний шнек 2. Из шнека порошок поступает в воздушные сепараторы 3 и затем в рассев 6. Воздушный сепаратор служит для отделения мелких частиц порошка от измельченного жмыха, выходящего из мельницы. Сепаратор состоит из двух металлических конусов 1 и 2, вставленных один в другой. Смесь частиц охлажденного порошка какао поступает в воронку 5, а оттуда на быстро вращающийся диск 4, с обжженной вентиляторными лопастями 3. Лопасти диска создают циркуляцию воздуха, который проходит кольцевой канал 7 между конусами. Через отверстие 6 попадает во внутреннюю полость конуса 2 и возвращается к лопастям диска. Мелкие частицы порошка цитробежной силы отбрасываются к стенкам внутреннего конуса, где подхватываются потоком воздуха и устремляются в кольцевой канал 7. Сечение канала достаточно большое. Воздух теряет скорость. Частицы порошка падают вниз и удаляются через патрубок 8 вращив. Крупные частицы, отбрасываемые диском, воздухом не подхватываются, падают внутрь конуса 2 вниз и удаляются через трубу 9. Техническая характеристика размольно-просеивательного агрегата с комбинированной сепарацией представлена в таблице на слайде. Размольный агрегат для порошка какао с воздушной сепарацией системы Шоненберга, Швейцария. Описанные ранее агрегаты для производства порошка какао работают с непрерывным циклом и могут быть включены в общую поточную линию производства шоколада и порошка. Однако, они имеют много недостатков, к главным из которых можно отнести громоздкость и сложность устройств. Большой распыл порошка и сравнительно невысокое его качество. Часто несколько серый оттенок. Последнее вызывается недостаточным охлаждением порошка, температура которого при размоле часто превышает 30 градусов Цельсия. Агрегат Шоненберга этих недостатков не имеет и легко может быть использован в поточных линиях. Фабрики объединяют этот агрегат с пневматической системой, подающей порошок к фасовочным автоматам. Агрегат состоит из ударной штифтовой мельницы 5, трубчатого охладителя 6, сепаратора 7 и циклона 8. Жмых какао раздробленный до размера ореха загружается в бункер 1 элеватора 2, который передает его в бункер 3, пройдя магнитную защиту 4. Жмых проходит через электрический порционный дозатор и поступает в ударно-штифтовую мельницу 5. Измельчающий механизм мельницы состоит из двух дисков, обращенных друг к другу торцами. А один из них закреплен неподвижно, другой вращается частотой 5550 оборотов в минуту. На торцах обоих дисков шестью концентрическими рядами установлено 540 цилиндрических штифтов диаметром 10 и длиной 55 миллиметров. Штифты размещены так, что в радиальном направлении остается несколько каналов, облегчающих проход измельченного продукта. В этих местах отверстия в дисках закрываются 71 коротким штифтом с заглушкой. После износа штифтов диски снимаются и штифты заменяются новыми. Штифты изготавливаются из высококачественной легированной стали марки 12Х2Н3МА. Корпус и откидная крышка мельницы снабжены водяными рубашками, в которых циркулирует охлаждающая вода температурой 25-30 градусов Цельсия. Измельченный жмых подхватывается потоком воздуха и проходит трубчатый охладитель 6. После охлаждения порошок отделяется от крупных частиц в сепараторе 7 и уходит в циклон 8. В циклоне порошок оседает и шлюзовым затвором 9 передается в материалопровод пневмотранспортной установки. Трубчатый охладитель выполнен в виде последовательно соединенных горизонтальных труб с внутренним диаметром 180 мм, снабженных охлаждающими рубашками, в которых циркулирует 11% раствор хлористого кальция температуры от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия. Воздух, освобожденный в циклоне от порошка, засасывается вентилятором 10 и подается им обратно к мельнице 5. Крупные частицы, отделенные в сепараторе 7, проходят через бункер, подхватываются воздухом, идущим от вентилятора 10 и возвращаются к мельнице для повторного измельчения. Из шлюзового затвора 9 готовый порошок направляется в циклон 11, где он собирается и далее шлюзовым затвором 13, передается через патрубок 14 в шнек 15, распределяющий его по фасовочным автоматам. Воздух очищается в батарейном циклоне 12, засасывается вентилятором 16 и возвращается к шлюзовому затвору 9. Вся система работает под разрежением, поэтому пылеобразования при работе агрегата отсутствуют и потери порошка какао минимальные. На агрегате получают порошок высокого качества с хорошим цветом. При размоле и трении поверхность транспортирующих труб частицы приобретают электрический заряд, вызывающих их прилипание к стенкам аппаратов. Поэтому трубы снабжены устройствами для непрерывного их остукивания и стряхивания частиц. Техническая характеристика агрегата системы Шоненберга представлена в таблице на слайде. Сделаем одно небольшое замечание по поводу снятия электростатического заряда с транспортирующих труб. Уже разработаны системы, позволяющие отводить электростатический заряд, а также есть специальная расчетная методика для расчета электрической защиты трубопроводов. Когда отводящие электростатический заряд станции устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние определяется по выше упомянутой мной методике расчета. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат на карту по номеру, которую вы видите на экране. Подпишитесь на busty.tu. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова